Осень – самое время чистить огороды и вывозить мусор. Однако не все вывозят его на свалки. Для некоторых проще вывалить груду крупногабаритного мусора, сухие ветки и траву после прополки огорода прямо на площадку возле мусорного контейнера. Так и появляются несанкционированные свалки. Наиболее сложная ситуация в районах улиц Челюскинцев, Анатолия, Кутузова, бульвара 9 января и микрорайоне ВРЗ. Мы убираем на сегодняшний день порядка 10-20 несанкционированных свалок в день. Но, тем не менее, в связи с хорошими погодными условиями, население очень активно выносит отходы растительного происхождения на площадке. Соответственно, в течение 1-2-3 дней образуются несанкционированные свалки порядка 10-20 метров кубических на каждой площадке. Мусор возле контейнеров, который не попадает под категорию бытовые отходы, приходится за собственные средства убирать компаниям по вывозу и утилизации бытовых отходов. Чтобы не создавать свалок, они подключают дополнительную технику. А иногда рабочим приходится буквально собственными руками собирать мусор. Тарифы при этом не повышаются. Такая ситуация в частном секторе на площадках практически везде. Прежде всего, приходится сначала убрать это все, потратить время, а затем уже забрать контейнеры, если получится. А если не получится, значит обращаемся к диспетчеру, отправляют технику, чтобы очистить ее, а потом забираем. Соответственно, теряем свое время, которое могли бы дальше ехать работать. Проследить за тем, кто складирует некоммунальный мусор на контейнерных площадках в частном секторе, в отличие от многоквартирных домов, практически невозможно, уверяют специалисты. Тем более, привлечь к административной ответственности. Нужно в прямом смысле поймать за руку. Индивидуальном жилищном фонде, или частном секторе, как принято называть, она, к сожалению, гораздо сложнее, потому что площадки эти, как правило, расположены на неразграниченной территории, и непосредственно за них какой-то дом или орган власти, тот же ТОС, он не отвечает. При сортировке мусора важно соблюдать правила, напоминают специалисты. Твердые коммунальные отходы – мусор, накопившийся в ходе жизнедеятельности человека. Банки, бумага, остатки пищи, старые вещи. Остальное – строительный мусор. Ветки деревьев, ботва с огородов – твердыми коммунальными отходами не считаются. Их вывозить человек должен самостоятельно. Средняя стоимость газели для вывоза мусора в Барнауле в среднем стоит 700 рублей в час, а штрафы варьируются от 500 рублей до 10 тысяч. Согласитесь, дешевле мусор все-таки не складировать, а вывозить. Так и карман опустеет меньше, а у родного дома станет чище. Екатерина Варкентин, Антон Червяков. Новости. 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 Продолжение следует...